Рабочие Google встали на защиту Палестины. Во вторник десятки сотрудников провели сидячие забастовки в офисах в Нью-Йорке и в Санни-Вейле, штат Калифорния, в знак протеста против сотрудничества компании с Израилем. Акцию возглавила группа под названием «Нет технологическому апартеиду». Сотрудники были одеты в футболке с надписью «Брось проект Нимбус». Также был вывешен баннер с надписью «Нет технологиям для геноцида». Люди требовали, чтобы Google и Amazon расторгли миллиардный контракт с израильским правительством и военными. Протест транслировался в прямом эфире. Примерно через 10 часов после начала забастовки полиция начала арестовывать протестующих. В заявлении группы арестованных рабочих говорится, что они просили поговорить с генеральным директором Google Cloud, но им было отказано. «Как инженеру-программисту в Google Cloud мне ужасно думать, что код, который я пишу, может быть использован израильскими военными в первом в истории геноциде с помощью искусственного интеллекта. Мы пришли в Google не для того, чтобы работать над технологиями, которые убивают. Заключив этот контракт, руководство предало наше доверие, наши принципы и нашу человечность». Напомним, у Google и Amazon есть контракт на облачные вычисления и искусственный интеллект с правительством и военными Израиля. Проект, известный как НИБУС, стоит более миллиарда долларов. Система может собирать все источники данных, предоставленные Израилем и его военными, включая базы, ресурсы и даже источники наблюдения в реальном времени, такие как уличные камеры и камеры дронов. В прошлом месяце Google уволила работника, который протестовал против выступления топ-менеджера Google в Израиле на конференции в Нью-Йорке. Другие технические работники, в том числе и в Amazon, выразили обеспокоенность по поводу участия своих работодателей в НИБУСе. Контракт на проект был подписан в апреле 2021 года между Израилем, Google и Amazon. Специалисты считают, что НИБУС может помочь Израилю продолжить свою систему угнетения, доминирования и сегрегации палестинского народа.